Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Погодные катаклизмы весны повлияли на статистику дорожно-транспортных происшествий в Гомельской области. На территории региона за прошедшие выходные произошло 76 ДТП. 7 человек травмированы. Сразу несколько столкновений автомобилей произошло по одинаковому сценарию. Выезд на встречную полосу. Столкновение госпитализация. 37-летний водитель, двигаясь со стороны города Наровли в направлении города Мозыри, управляя автомобилем Крайстер, неправильно выбрал скорость движения, а также не учел погодные и метеорологические условия. Выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Хюндай. В результате происшествия водитель автомобиля Хюндай получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Подобное ДТП произошло в Реческом районе. Там с обгоном по встречной не справился водитель автомобиля ВАЗ. В результате столкнулся с Мерседесом. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру ВАЗа. А в Петриковском районе неправильно выбранная скорость на скользкой дороге привела к опрокидыванию автомобиля в кювет. Травмы получила 50-летняя женщина-пассажир. В Чичерске на пожаре погиб пенсионер. Возгорание произошло в частном жилом доме. Жена хозяина домовладения смогла самостоятельно выбраться на улицу еще до приезда спасателей. Когда сотрудники МЧС прибыли на место вызова, она сообщила, что в доме находится ее муж. Но спасти мужчину не удалось. В ходе ликвидации пожара на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения мужчины 1953 года рождения. Пенсионерка была осмотрена работниками скорой медицинской помощи и с ожогами госпитализированного медицинское учреждение. Пожар ликвидирован спасателями. Одна из вероятных причин возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По информации сотрудников Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, правоохранители задержали владельца незарегистрированного оружия. С поличным мужчину взяли милиционеры при обыске его домовладения. Обнаружено нарезное малокалиберное незарегистрированное ружье, два гладкоствольных охотничьих ружья незарегистрированных, семь петель из металлического троса, четыре капкана, 20 сетей длиной около 500 метров, 20 килограмм дичемясной продукции, две радиостанции. В настоящее время по факту владения нарезным незарегистрированным оружием проводится работниками Следственного комитета проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Таков обзор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.